компания hyundai секретил дизайн кроссовера санта фе пятого поколения новый кроссовер радикально преобразился технические характеристики пока не раскрыты зато дизайн экстерьера и интерьера показан во всех подробностях а полноценная премьера состоится в августе глядя на внешность нового санта фе можно смело сказать что модель получила самые радикальные сменения за все 23 года производства брутальный внешний санта фе за счет линии остекления и квадратных форм теперь напоминает lander over defender козов имеет ярко выраженную двухобъемную форму с длинным горизонтальным капот заявлено что колесная база увеличена а передний свес стал короче максимальный диаметр колеса нового санта фе составляет 21 дюйм новый h-образный фирменный световой рисунок присутствует в ходовых огнях и задних фонарях задняя часть стала практически вертикальной внизу расположились прямоугольные фонари заходящие на боковины это решение позволило сделать проем пятой двери очень широким багажник увеличился в объеме также появилось дополнительное пространство и в самом салоне сиденья второго и третьего рядов складываются образуя ровный пол оформление салона можно сказать не такой революционные как дизайн она уже знакома по обновленной санате и новому грейнджер про не кстати на канале есть отдельный обзор ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого видео салон нового санта фе получил геометрический дизайн и изогнутую панель с двумя экранами по 12,3 дюйма каждый есть полноценная центральная консоль с отдельным пультом климат-контроля который сочетает в себе вращающихся рукоятки с сенсорными кнопками центральный тоннель двухэтажный свещевой низшей внизу и широкой полкой беспроводной зарядки для двух смартфонов наверху переключение передач переехала на рулевую колонку для отделки интерьера использован мягкий пластик кожа на п и вставки с текстурой по дереву опционально доступна панорамная крыша состоящая из нескольких секций также стоит отметить что в открытом виде багажная дверь занимает горизонтальное положение и создает эффект террасы на открытом воздухе а при сложенных сиденьях второго и третьего рядов сзади можно организовать два места для ночлега а техники информации нет но на одном из фото видно шильдик два с половиной ты который указывает на бензиновую turbo четверку мощностью 280 лошадиных сил от предыдущего поколения но как ожидается основная ставка будет сделана на гибридные версии остальные подробности появится после полноценной презентации которая состоится 10 августа друзья как вы считаете новый санта фе с брутальным дизайном стал выглядеть лучше или же вам больше нравится предыдущий санта фе поделитесь своим мнением в комментариях а если вы интересуетесь автомобилями то заглядывайте в мой телеграм-канал где каждый день выходит актуальные автомобильные новости например там еще в сентябре прошлого года были опубликованы шпионские снимки нового санта фе ссылку оставлю в описании под видео и закрепленном комментарии переходите и подписывайтесь чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии закрепленном комментарии а Продолжение следует...